В Зеленодольске сегодня в моде текстильные куклы. Подобных таким, которые делает Ольга Смыкова, можно на пальцах пересчитать. А родилась у нее любовь к изящным красоткам из фарфора и полимерной глины со статьи в архитектурном журнале «Сына» еще 18 лет назад. Я была просто в шоке. Мы со своим занавесом железным никогда не видели, даже вообще таких кукол не видели, даже не знали об их существовании. А тут такая красота, ну просто прелесть. Вообще я прям заболела ими. Ну и вот стала сама пробовать лепить. Лепит на заказ в единственном экземпляре. Каждая кукла со своим характером, который проявляется, стоит лишь ставить глаза. Лицо куклы диктует ее наряд. Каждая его деталь делается в соответствии с образом. Я не знаю, что у меня получится. Я задумываю одно, уже вижу, что получается другое. И в общем, наверное, больше слушаю саму куклу. Работа длительная, кропотливая. Потому и дома рукодельных всего несколько штук. Остальные в коллекциях у друзей. Любимая тема – фэнтези, эльфы и народный костюм. Знания по этой теме пригодились, когда Ольга Вячеславовна узнала о возрождении хора «Русь». Мы ведь в походы все время ходили, жили в палатках, на озерах, на Марийских. И всегда пели. И нам это очень нравилось. Мы даже сами песни раскладывали на голоса и пели. Очень красиво над озером звучали наши песни. И нам всегда хотелось, чтобы нас взял в руки какой-нибудь профессионал, направил нас, помог нам, создал из нас какой-то коллектив. Новый хор «Русь» выступал в строгой черно-белой гамме. А всем хотелось яркости и народных мотивов. И Ольга Смыкова взялась за дело. Попыталась сделать дизайн костюма. Но на суд вынесла его туда, в хор. Понравилось людям. Вот сейчас мы работаем над костюмами. Льняной костюм «Тройка», платье с алым кушаком, фартук и жилет шушпан подойдет на любую фигуру и так и просится на сцену. К осени планируется завершить работу. И еще одной коллекции нашлось место дома у Ольги Смыковой. Ростовые куклы из разных стран мира. Испания, Германия, Америка, Португалия. И этому увлечению всего два года. Но куклы заняли уже целую комнату. Годовалой внучке будет чем играть. Флиртует. Вот. Мне говорят, что мы с ней похожи. Вместе с весенним солнцем приходит и вдохновение. Ольга Вячеславовна считает, что рукоделие у женщин в генах. Потому и надо дарить себе и другим эти минуты радости в творчестве. Это занятие для души. Если хочешь, побольше радости в жизни, удовольствия, гармонии, чтобы было в душе. Вот женщины сами начинают заниматься рукоделием. Я призываю всех попробовать. Это же здорово, это классно. Это круто.